Добрый вечер! Начал к своему телевидению «Диалог о православии». Мы работаем в прямом эфире, и вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берельковского монастыря, Легумену Евмению. Детский имени, добрый вечер! Добрый вечер! Да, приближается время Великого Поста. Напомню, что начнется 27 февраля. Это время особых благодатных дней, когда мы все признаны к очищению наших душ от грехов. Святая Церковь нас заранее готовит за три недели до Великого Поста тремя приготовительными седмицами. Они уже начнутся в это воскресенье, начнутся с чтения евангельского отрывка, который именуется притчей о мытаре фарисеи. Вот я предлагаю начать нашу передачу с этой притчи. Итак, это Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Почусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Да, мы уже неоднократно говорили, да, долговали эту притчу. Ну, пожалуйста, вот расскажите нам, для чего нам каждый год одно и то же. Ну, повторение мать-вучения, да, есть такая поговорка, и здесь можно начать с того, ну, во-первых, кто такой фарисей, кто такой мытарь. Фарисеи – это была такая партия религиозная в Израиле, которые, религиозно-политическая партия, которые верили в воскресение мертвых, которые соблюдали заповеди Божии, откуда, собственно, он и говорит, что он все соблюдает. Как праведник такой, да? Да, да. И фарисеи в своей доктрине, скажем так, то, что они исповедовали, как партийцы, да, как верующие, что, во-первых, они соблюдают все заповеди Моисея, во-вторых, они патриотичные, то есть они за израильское государство, и, в-третьих, они, конечно же, все время должны молиться, должны поститься. То есть вот это у них было такое, как говорят, кредо, их партийное, потому что были еще и саддукеи, которые не верили в воскресение, которые особо не стремились соблюдать заповеди Божии, но тоже были политической партией на других основаниях. И здесь мы видим, что фарисеи вот ярко себя, так сказать, так и выставляют, что я все соблюдаю, я такой вот хороший, а вот другие прочие люди, они вот такие все плохие, в отличие от меня. А мытарь, мы уже говорили, кто такие мытари в прошлых передачах, это люди, собиравшие налоги Римской империи, в том числе и в израильской части Римской империи, они тоже отвечали за налоги, но и, как обычно, что-то и себе добавляли, или обманом, или каким-то другим путем обворовывали фактически своих же соплеменников, сограждан. И здесь мы видим, как вот этот вот партийный человек, фарисей, уважаемый в обществе, как он молится. Он молится, в общем-то, с позиции праведника, как вы сказали, что он все соблюдает, он достоин, в общем-то, наград от Бога, и даже здесь он допускает осуждение других, то есть он берет на себя прерогативу Божию, он говорит, ну вот не как другие и прочие, которые и их уже конкретно, так сказать, по полочкам раскладывают. Даже, да, то есть грехи других для него прямо очень хорошо, там эти прелюбодеи. Да, этот грабитель, этот обидчик. То есть он еще и разглядывает людей вокруг стоит. Да, то есть он берет на себя судебные такую функцию, которая только у Бога и больше ни у кого. Даже ангелы не имеют такой прерогатива осуждать кого-либо. И здесь этот человек, конечно же, в своем зазнастие и превозношении над другими людьми, ощущая всю свою значимость, всю свою такую вот «праведность» в кавычках, он вот так себя ведет. И это, можно сказать, молитвой это трудно назвать, это его возглашение, благодарение, я благодарю тебя, Боже, за то, что я не таков, как все остальные грешники. А самое превозношение уже пошло. То есть здесь, да, превозношение, осуждение мы видим, и поэтому, конечно, Господу такая молитва была неугодна. Ну, а мытарь, он, как мы уже сказали, они были нелюбимыми, так сказать, всем обществом израильским. Кроме того, они даже и налоги же не в свою казну, да, собирали-то? Да, в казну Римской империи, которая захватила Израильское царство, подчинила его себе и поставила своих правителей, в том числе там Понтий Пилат, это был ставленник римского кесаря. То есть не выбранный из народа израильского вопрос, то вот цезарь говорит, вот будет такой-то вами управлять. Как в Орду деньги, да? Да, за ярлык, да, за ярлыком. То есть здесь то же самое. И поэтому мытаре воспринимали как, можно сказать, враждебных, чуждых израильскому государству людей. Их презирали и за воровство их презирали, и за то, что они фактически за деньги служили... Предателем Родины, да? Да, да, служили интересам другого государства совершенно. И подчиняли, насильно подчиняли этому государству своих же соплеменников. Конечно же, мытарь это все осознавал и понимал, но не мог, наверное, по-другому жить по той или иной причине. И поэтому был, собственно, тем, кем он был. Но это не оправдывало его, и его совесть обличала. И именно поэтому он приходил в храм, вставал где-то в самом таком его конце храма, не смея в центр храма. А может быть, это был уже и предел его поступка? Может быть, после этого он ушел с этой работы? Может быть, после этой покаянной молитвы он и ушел с этой работы предателя Родины, Отечества своего. Но, тем не менее, мы здесь видим, что Господь его-то похвалил. И похвалил за что? За искренность, за непревозношение, за то, что он глубоко увидел свои согрешения, и самое главное, за то, что он в них покаялся. Если у фарисея ни капли покаяния нет, в лучшем случае благодарение Богу, а все остальное – это осуждение и превозношение, то у Матаря покаянием пронизана вся его молитва. И это покаяние Богом, конечно, принимается, потому что Господь так и говорит, не хочу смерти грешника, но я же покаялся и был жив. Вот это мы здесь ярко видим в этой притче. И на этой притче Господь нам показывает, как нам надо себя вести. То есть мы должны все-таки жить, ну, конечно, не как фарисей или как мытарь, но мы тоже согрешаем. И нам тоже нужно каяться, не превозноситься, а каяться. То есть на этих двух разных таких персонажах притчи Господь ярко показывает, что Богу угодно, а что Богу не угодно, давая нам правильное устроение к дальнейшему нашему постничеству во время Великого Поста. Чтобы мы не хвалились, что вот я пощусь, а я хожу в церковь. То есть мы же можем повторить все эти фразы фарисея, те, кто соблюдает постановления церковные, те, кто соблюдает заповеди, они также могут превознестись. И от этого Господь и нас предостерегает этой притчей, чтобы мы соблюдали его заповеди, чтобы мы постились, чтобы мы ходили в храм и какую-то жертву приносили храму. Но не для превозношения это делали, а чем более мы это делали, тем больше мы должны каяться. Вот это вот здесь в этой притче очень ярко так указано. А почему наверняка же в храме были другие люди, но Господь нам показывает именно только двух людей. Два человека пришли в храм молиться. – Ну, действительно, храм мог быть наполнен людьми, но для того, чтобы ярче показать две стороны человеческой натуры, вот как человек может себя по-разному вести, Господь показал два этих примера именно двух людей. Но и в других случаях также показывает различные примеры на двух людях. – Два сына, да? – Два сына, которые один блудно ушел там и, в общем-то, блудно прожил и про свое данное ему от отца наследство просто разбросал по всем блудницам, по каким-то там пивным и прочим. И вернулся гол как сокол к отцу обратно. Но тем не менее, а старший сын был хороший, трудился. И вот там тоже яркие, противоположные друг другу примеры. И здесь также два противоположных примера Господь приводит. – Да, по многим случаям, да, там даже два на дре лежат, один берется, другой оставляется. Два в поле, да, один берется, другой оставляется. То есть многие моменты ему двое рассматривают. Здесь Господь почему вот так поляризацию такую производит, то есть ярко, вот есть плюс, есть минус. Только потому, что Господь говорит, есть царство небесное, есть ад, а третьего не дано. И каждый из нас может встать или на одну точку, или на другую точку. – То есть либо белые, либо черные. – Ну, в посрединке, ну, никак не поместиться. И во всех своих притчах, и во всех своих поучениях Господь именно об этом говорит, что мы должны определиться в течение нашей земной жизни все-таки с кем мы? Козлищами или овцами, да, Дома Бога Небесного. – То есть на Страшном Суде как раз будет, да, разделение. – Да, и, собственно, эти три недели, они так и говорят. Вот в первой неделе мы три фарисей, то есть определитесь, где вы, как мытарь или как фарисей. Вторая – это о блудном сыне и о его покаянии, что Господь принял покаявшегося, милосердие Божие к кающимся. Ну, и третья – о Страшном Суде, что мы все подытожим наши свои поступки, наши молитвы, наши деяния. Все будут подытожены о Страшном Суде, и будет вынесен приговор, правосудный Божий приговор. То есть Господь, насколько Он милосерден, настолько Он и правосуден. Поэтому, когда люди говорят, «Господь милостив, Он меня простит» и продолжает грешить. Всегда добавляйте, что Господь насколько милосерден, настолько Он и правосуден. Мы не можем отобрать у Него и это качество, и другое качество. Поэтому надо бояться правосудия Божия и уповать на милосердие Божие. Тогда все будет хорошо в нашей жизни. А если мы будем только на милосердие уповать, а правосудие забудем, то тогда мы в грехах погибнем и не исправимся. И значит, ну, очень мал шанс того, что мы спасемся и будем прощены. Ну и вообще, наверное, человек такой двойной жизнью живет, да? То есть сам он сам с собой один, когда выходит там в народ, он прихорашивается. У человека столько жизней, и чем он в больших, так сказать, компаниях участвует, тем больше у него жизней. То есть он, ну, если так брать, на рыбалке он один, на работе он другой, в семье он третий, где-то в транспорте он четвертый, то есть где-то сам с собой он пятый, а если он с Богом остается один на один, ну, где-то вот бывает, что пронизывает просто такое ощущение присутствия Божия, он шестой там или седьмой. И вот этих вот различных личностей в человеке настолько много, что он в них запутывается. Что, наверное, даже сам не знает человека, да? Да, перестает понимать, а где же он сам настоящий-то, собственно. Да, то одному подражаем, то другому подражаем. Поэтому часто мы таким образом себя теряем и просто начинаем, ну, копировать кого-либо, потому что, ну, так же проще, так и говорят, ну, я веду как все, вот я копирую всех, вот, значит, я вроде как как все. Но просто копировать недостаточно, потому что есть же еще и внутренний мир, а внутреннего мира тех людей, которых мы видим внешне, мы не видим, как мы скопируем их внутренний мир. Это невозможно. А Господь, Он не на лицо смотрит человеческое, а на сердце человеческое, то есть на внутреннего человека смотрит Господь. И что самое страшное для каждого из нас, Господь дает возможность раскрыться нашей внутренней личности в течение этой земной жизни. Так или иначе мы ее проявим. Знаете, как иголку в стоге сена не утаишь, она все равно вылезет. Вот так и наша личность внутренняя, та, которая внутри нас, ну, мы ее, так сказать, все время прячем, она так или иначе вылезает. То здесь что-то вот я прорвалось, сказал не то, то там как-то я, так сказать, ну, повел себя неправильно и прокололся, то, значит, вот здесь что-то у меня не получилось. Откуда это вот прорывается, проколы эти происходят? Из-за чего? Ведь если человек и внутренне, и внешне один, целостный, то у него ни проколов, и никаких, так сказать, вот этих осечек не происходит. То есть он всегда ведет себя одинаково. Какой он внутри, такой он и снаружи. Почему? И есть такое понятие, как целомудрие, цельное, целостное мудрование. То есть мы думаем везде, должны, по крайней мере, думать везде одинаково. Когда я наедине с собой, или когда я пред Богом в молитве, или когда я с людьми, или когда я где-то на работе, или просто в транспорте, я везде должен быть одинаковый, целостный. И это здравое состояние души человека. А как же, например, этикет? Дом мы можем, ну, такой пример, бытовой, например, дома на диване можем развалиться, например. А, например, в транспорте мы должны все-таки не вести себя как дома. Соблюдать, да. Какой-то свой... Но мы, конечно же, должны внешние правила поведения соблюдать, но эти внешние правила, они не касаются нашей личности. А я говорю именно о личностном подходе. То есть мы свою личность не должны дробить. И вот здесь я личность, ну, такая тиранствующая, например, как с близкими, кто-то там тиранит детей, жену тиранит. А, например, на работе я, наоборот, раболепствую перед своим начальником. Ну, как вот этот раб и тиран уживаются в одной личности? Это невозможно с одной точки зрения. С другой точки зрения, мы это видим постоянно в жизни. И когда человек узнает своего там, ну, так сказать, подчиненного или начальника, с другой точки зрения, он говорит, а я, говорит, даже не знал, что он такой. Да, но это не значит, что человек, который тиран дома, он скажет, ага, раз я должен быть везде одинаковой. Тут я отыграюсь. Везде я должен быть одинаковый. Ну, проявлю. Будет везде тираном. Не получится у него быть везде тираном, потому что на работе у него есть начальство. Как он будет тиранствовать над своими начальниками? Он получит, так сказать, по заслугам сразу, и все. И поэтому страх его приведет в какое-то нормальное состояние, протрезвит. То есть он перестанет лебезить, лицемерить, лукавить. То есть станет самим собой, но и тираном он должен тогда перестать быть. Кроме того, если логично рассуждать, то кому мы должны лучше относиться? К своим родственникам и близким? Или к чужим людям на работе? Кому? У нас все наоборот получается. То есть на работе мы относимся к людям лучше, чем дома к своим близким. К родителям, или детям, или супругам. Ну, вроде на работе, короткий миг жизни проходим. Ну, например, с какими-то там с людьми коротко пообщались, и все. А свои вот можно... А вот терпите меня таким, каков я есть. Да, вот и все. Я сейчас вам тут покажу Кузькину мать. Но на самом деле это грустно, на самом деле это распущенность и совершенно неправильный подход к жизни. То есть мы должны быть везде одинаковы. Везде. Как в церкви, как дома, как на работе. То есть мы должны быть везде спокойные, ровные и... Мирные. Мирные, да. И духовные. Потому что это наше здравое состояние. Как только у нас начинают кипеть страсти, как только у нас начинают какие-то дурные привычки возникать, все это уже не мы, это уже больной человек становится. И это уже его болезни начинают диктовать условия, как ему себя вести. Да, и вот мы заговорили с вами о подражании, да, то одному подражаем, по-другому. Но на самом деле у нас есть один пример для подражания, это Господь наш Иисус Христос, да, и через Евангелие мы как раз вот знакомимся. Ну, для этого Господь и пришел в этот мир, в том числе и для этого, чтобы показать пример, как надо жить, как надо себя вести, как надо разговаривать, как надо кушать, там, поститься, молиться, отдыхать, веровать, понимаете, как относиться к другим людям, совершенно чужим. Ведь Господь даже на кресте, когда его распяли, Он молился за тех, кто его распял, Боже, прости им, ибо не ведают, что творят. То есть, вот это тоже Господь нам показал пример, как мы должны относиться к своим врагам. И, ну, для чего Он этот пример показывает во многих случаях евангельской жизни. Ну, не просто же так. Но именно для нас этот пример и создан пример для подражания. Потому что иначе, если у нас не будет такого примера, мы будем его искать, там, ну, сейчас это в фильмах, раньше в романах, еще раньше там в каких-то сказках, там, или еще там, былих, небылих. То есть, человек так устроен, что он обязательно ищет пример для подражания. Причем с детства. Не зря же там детишки, посмотрев там, ну, какой-нибудь фильм, боевик, потом подражает главному герою этого фильма. Это, ну, так психика устроена у детей, а потом и у уже взрослых людей также требуется пример для подражания. Иначе мы не знаем, как себя вести. Поэтому попадая в какую-то среду для нас незнакомые, мы сначала затихаем и никак себя не проявляем. Мы просто присматриваемся, прислушиваемся и стараемся, ну, начать копировать тех, кто вот нас окружает. Потому что мы в новую среду попали, мы должны под нее подстроиться. Ну, это тупиковая ситуация, да? Тупиковая, конечно. До какого-то первого момента мы начинаем видеть недостатки. Потом, да, постепенно, когда человек вживается в эту среду, он видит, да нет, здесь все то же самое, все те же самые человеческие страсти, там, ну, просто они там припудрены дипломатией, там, или каким-то, там, не знаю, дресс-кодами, или еще чем-то, каким-то вот на этой работе, например, вот, приличествующим. И человек понимает, что и здесь все то же самое, и опять все так же. То есть ничего нового. И поэтому опять возвращаемся к тому, что примером должен быть для нас Христос везде, на работе, в машине, там, где-то на даче или на рыбалке, везде мы должны брать пример со Христа, и именно для этого мы разбираем Евангелие. Потому что здесь как раз и заложены те примеры для подражания, о которых мы сейчас говорим. Познать, на самом деле, грехи, дано не каждому, да, это дар Божий. Что мы можем сделать, вообще, как познать свою гнилость? Познать можно свои греховные, так сказать, начала, попытавшись начать, попытаться соблюдать заповеди. Вот Господь говорит, ничего не угодничай, постись. И тут мы начинаем себя ловить на том, а почему надо поститься, а чего это я должен себя ограничивать, а у меня вот там есть какие-то болячки, которые оправдываются, что я могу и не поститься. Но ведь Господь говорит, ясно, попастись. И если ты не соблюдаешь пост, значит, ты чревоугодничаешь. И здесь мы сразу видим, ага, значит, грех чревоугодия у меня есть все-таки, то есть я не могу с ним справиться. Он мною руководит, он диктует, мое чрево диктует мне, как я должен кушать и что я должен делать вот в тот или иной момент. Даже там, по ночам к холодильнику, чрево поднимает и тащит человека к холодильнику, чтобы что-нибудь съесть. Это самый такой, ну, один из ярких примеров. Ну, или там сигареты, или алкоголь. Вот Господь говорит, что не надо это употреблять. Что происходит? А происходит человек, а я, говорит, не могу без этого. И все. И тут человек понимает, что, оказывается, он настолько грешен, что он не может даже соблюсти простейших слов Божьих. Ну, не кури, вот и все. Просто же. А что тут добр? Как это в детстве говорили мои сверстники в школе, когда начинали только курить, да я в любой момент брошу. У меня, а что, вот, никакой привычки, ничего. И так и курили, курили, пока там что-то не прищучило, какая-то болезнь или что-то еще. Вот это первый такой навык в познании своей греховной сущности. Потом, ну, если более сложно, ну, не гневайся. Вот дай себе за руку, вот что бы ни произошло, я раздражаться, гневаться не буду, ни на кого. Начнем с семьи. Ну, это самый такой простой, да. Простой и сложный. Да, ну, он самый простой и самый сложный. Потому что здесь-то мы расслаблены, хотя здесь можно тренироваться бесконечно, да. И близкие, родственники, они представляют такие нам как раз ситуации, где мы должны постараться не гневаться. Но человек, попробовав единожды, он поймет, оказывается, невозможно без гнева. Опять он командует, не я им этой эмоцией командую, а она мною командует. Она превалирует. Как вот ребенку объяснять задание, а он не понимает, как не гневаться. Да, 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 то есть тут вот этих примеров огромное количество. Как вот там жене выкинь елку, выкинь елку, да, это как на нее не гневаться, хотя уже май месяц, да, и так далее. Мы этих примеров множество видим, и шутку, и всерьез, и здесь мы определяем, оказывается, и с гневом я не могу бороться, значит, я и в этом грешен. Следующий пример также, ну вот не осуди никого, все, я решил никому косточки не перемывать, какое мне дело до чужих грехов, мне бы со своим гневом или чревугодием разобраться. Вот я сконцентрирую все силы на том, чтобы себя сделать лучше, чтобы поменьше кушать, не курить и не гневаться. Значит, уговарил, уговарил себя не осуждать, бац, ой, да, а этот такой сякой, а этот такая сякая, а этот ты знаешь, и все. А если не так, то кто-то к тебе подходит, слушай, а ты знаешь, как вот тот-то, и ты говоришь, да, да, и все. И ты опять впал в осуждение. В прямом или в косменном виде ты уже осуждаешь. И опять через этот человек понимает, что оказывается, он и в этом грешен. А почему осуждаем? Потому что, когда мы кого-то принижаем, мы сами возвышаемся. гордость, тщеславие, гордость тут нами командует очень сильно и властно. То есть мы не можем им противиться. И когда человек начинает так вот разбирать по полочкам и сам себе ставить задания какие-то, ну, про гордость, вот, я не буду ничем гордиться. И даже если мне что-то скажут там неправильное обо мне, там, я вот перетерплю и даже глазом не поведу. И тут как всегда раз кто-то говорит, а вот ты же там такой-сякой нехороший, ты это не сделал, это не усумел. И тут у нас просто выплеск энергии, как так, да это же как вы можете. И гордость сразу себя проявляет. Мы можем обвинять других, да, оправдываться, что я тут не виноват. Даже искренне сами-то не виноваты, бывает такое, да, мы сразу начинаем оправдываться. Хотя на самом деле можно просто промолчать и все. Да, да, то есть и через вот такие элементарные опыты с собой, со своей личностью, со своим внутренним миром, мы начинаем узнавать себя с другой стороны. Оказывается, я-то это, оказывается, не без греха, оказывается, у меня тоже рельса в пушку, и оказывается, я тоже грешу каждодневно. Хотя, если до этого опыта нет, никаких грехов нет. Нету. И самое интересное, что, как правило, вот за что мы осудим, мы обязательно, Господь создаст такую ситуацию, что мы окажемся с другой стороны. Да, Господь именно так и делает, чтобы нам, ну, можно сказать, щелкнуть по носу, когда мы начинаем кого-то осуждать. Ну, есть такая фраза, в Священном Писании, не суди, да не судим будешь. И вот в чем ты осуждаешь, в то ты сам и впадешь. Соответственно, Господь это соблюдает, и мы, когда начинаем кого-то осуждать, в чем-либо, через какое-то время мы оказываемся в том же самом положении, и это логично с духовной точки зрения. То есть, Господь нам ярко показывает, что ты, ты же сам не можешь справиться с этими чувствами, или с этими желаниями, или с этими страстями, привычками дурными. Что ты тогда других-то осуждаешь? Ну, ты справишься с собой. Ну, как, врачу исцелись сначала сам, да, вот себя сначала исцели от этих дурных привычек, и тогда уже, наверное, можно будет тебе кого-то осуждать. Но, как правило, человек, который пройдет через это горнило и сам переборит тот или иной грех, он уже никого не осуждает. Он уже понимает, насколько это тяжело, и насколько это без Божьей помощи невозможно, и человек тогда просто жалеет тех людей, которые грешат. А сам понимает, насколько тяжело этим людям выбраться из этой напасти. Он их жалеет, не осуждая. Вот такой путь к познанию своих грехов и к борьбе с ними. Это у нас такой более простой способ, опыт, внешний. Но есть более такой глубокий, который святые отцы описывают. Например, человек должен, чтобы познать себя, он должен войти внутрь себя и задуматься, какие у меня мысли, о чем я. То есть, если человек сразу не видит грехов, значит, у него их нет? Нет? Ну, если человек хочет увидеть в себя внутреннего, какой же я внутри, какой я снаружи подошел к зеркалу, да, или там, значит, сказал, ну, поснимайте меня, я посмотрю потом кадры, там, значит, как вы меня сняли. То есть, как-то что-то о себе начнешь понимать. Внутри-то ты всегда стройный, красивый и, так сказать, атлетичный, а когда тебя снимают извне, оказывается, у тебя и талии, так сказать, нету, и, в общем-то, и запыхавшийся. И время как быстро бежит. И время быстро, и оказывается, ты уже постарел, и уже, собственно, и сил нету, оказывается, никакого Аполлона-то уже и нет. Неужели это я? Да, да, то есть, мы начинаем, извне это проще, так сказать, вот сбить вот эту спесь, а вот внутри, внутри-то очень трудно, потому что внутри нет никаких возможностей снять внутреннего человека на камеру. Это только внутреннее самосозерцание, внутреннее такое внимательное изучение самого себя приводит человека к познанию себя и к видению внутреннего человека, в каком состоянии он находится внутри. И здесь, ну, просто вот, если хотите провести такой опыт, то постарайтесь где-то, ну, в одиночестве, естественно, чтобы никто вас не отвлекал, просто сесть, можно даже закрыть глаза, сесть, чтобы ничто не мешало, ни телевизор, ни люди, ну, где-нибудь на природе там или на даче. Или в квартире даже. Или в квартире, когда никого нету дома. сесть и дать себе отчет, какие мысли сейчас во мне бродят, какие чувства, какие желания, какие воспоминания, о чем я думаю часто, о чем я думаю редко. То есть вот попробуйте проанализировать свое внутреннее лицо, самого себя изнутри познать. Ну, сначала, естественно, все, да нет, ничего нету. Ничего нет, кроме того, у нас мысли одна скачет за другой, у нас же ничего не остается. Человек, который попробует это сделать, он посидит там минуту две, так, а что ты, я сижу-то, мне же надо там, не знаю, молоко убежало там. То есть его буквально подхватывает волна этих мыслей и выдергивает из этой, вот, из этого делания, из этой ситуации. Просто вытаскивает за шиворот. И человек невнимательный, он будет, так оно и должно быть, да, и побежит дальше за своими мыслями. Но на самом деле это неправильно. Надо перебороть вот этот порыв, куда-то бежать. И дай себе что, так, вот сейчас меня потянуло, ну, не знаю, туда, на кухню. Сейчас меня там колбасы захотелось съесть, хотя сейчас пост, сейчас. Что в течение дня было вспоминается. Да, сейчас я вот там размышлял о том, что происходило на работе там, или какой там нехороший там человек, который меня обогнал сегодня там на машине и чуть не притёртым. И тогда начинают раскрываться мысли, когда концентрация внутренняя увеличивается человека. То есть ты начинаешь видеть, оказывается, я мыслю, как один из философов сказал, значит, я существую, если я мыслю. но мыслить можно по-разному. Здесь у нас поначалу появляется сумбур, огромное количество мыслей, друг с другом не связанных, одна за другой прилетает, просто вылетает, то это, то то, то десятое, то двадцатое. Это вот такое расхищение ума, оно ненормальное. Это совершенно болезненное состояние человеческого разума. Такой разум не способен на что-то последовательное. У него воля совершенно растрёпанная. То я об этом думаю, то о том, то о десятом, то о сороковом. И в итоге я не делаю ничего. То есть настолько много направлений различных, так сказать, мыслей, что а куда бежать-то? Я всё, я запутался. У меня уже, и мало того, некоторые даже в уныние впадают от этого. То есть и то, и другое, и десятое, и сороковое. Да, я очень, всё, ничего не получится, ой, всё плохо, столько проблем. И это тоже слабость, внутренняя духовная слабость. А у святых отцов как? А у святых отцов по-другому начинается. Человек, когда начинает себя изучать, он вот эти мысли также видит, но он их все выталкивает из себя молитвой к Богу. Он просто начинает внутренне читать молитву. Ту, которую знает наизусть. И тогда эти мысли, сначала они будут перебивать молитву, сначала человек будет мучительно понимать, что вот он молитву там прочёл на одну треть, а уже пошли мысли там о еде или там о работе или там о одежде или ещё о чём-то. Что дальше делать, да. Да, какой-то там планы на будущее строить. Так я же молитву не дочитал. Да, опять возвращается, опять начинает читать. И так вот эта внимательность концентрации на молитве, кроме того, что это Бога общения, это просьба Бога о помощи, это ещё и концентрация внутри себя. И как вот мух мы отгоняем, который нам мешает иногда, машем, и они улетают. Вот так эти мысли, которые как мухи, липнут на нас, их тоже надо отогнать, и тогда наш внутренний мир успокоится. Что самое удивительное, тогда мы придём в равновесное, спокойное состояние души, в молитве. И тогда душа отдыхает, у неё исчезают вот эти унылые моменты, что всё плохо, я ни с чем не справляюсь. Она оздоравливается просто от молитвы внутренней и от концентрации на молитве. Но там следующее, грядёт следующее, так сказать, такое открытие внутри себя, что, оказывается, есть моменты, связанные, то есть расхищение ума, мы поняли, а есть моменты, связанные с нашими пристрастиями. Оказывается, мы можем быть пристрастны. Вот я сел, я успокоился, но меня неодолимо влечёт к телевизору, или к холодильнику, или к алкоголю, или ещё к чему-то, или там множество различных пристрастий в человеке есть. То есть, мы, например, ровные, в каком-то моменте, но если нас что-то, к чему мы пристрастны, что-то нас касается, мы теряем над собой контроль. Да, и человек даже борется с этим какое-то время, нет, я не буду, я не пойду, я не хочу, не буду, то есть борется, 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 потом раз... То есть, оно начинает нас возбуждать, наши нервы, получается, да? и оно начинает нас выдёргивать из этого спокойного состояния, вот только-только я настроился, и вдруг раз вот пришла мысль, а не выпить ли мне кофейку, или может, чего покрепче? Нет, я сейчас молюсь, опять, ну ты же хочешь мысль опять. И вот это вот борение с чревоугодием, оно происходит и в конце концов человек ломается, просто идёт и бросает молитву, и идёт там что-то, ну, например, кофейку попить или покрепче что-то. Так же и с другими страстями происходит, так же они нас выдёргивают из этого равновесного спокойного состояния. А бывает ещё более, когда человек похож на раба, он даже сестью спокойно не может там помолиться, потому что ему нужно срочно, обязательно что-то делать вот для удовлетворения своей страсти. Ну, самое яркое это наркоман. Он ни о чём не думает, только о наркотиках. Везде, где бы он ни находился, думает, как что-то украсть, как где-то что-то выпросить, как что-то, значит, продать, что-то где-то, лишь бы получить дозу, лишь бы получить дозу. Или, например, часто ли вы странно перед страстями к людям, к определенным, да? Есть люди, ну, например, ну, про разнословие есть такая же страсть. Вот человек, он не может там не говорить. Вот если он посидит две-три минуты в тишине, то ему лихо становится, ему надо обязательно кому-то позвонить или с кем-то поговорить или что-то поделиться, а вот такие новости, знаете, как, ой, держите меня, сейчас всем всё расскажу. Вот это вот состояние страсти, про разнословие, оно тоже многим присуще. И это тоже познание самих себя. Ну вот, ещё раз вернусь, да, то пристрастие к людям. Сколько таких случаев, когда, например, ну, часто среди молодых бывает, например, встречаются, кто-то там от кого-то уходит, и вот второй впадает в уныние, то есть из-за такого пристрастия. Да, это, казалось бы, какие-то, ну, совершенно несерьёзные отношения, которые, ну, просто вот нравится с этим человеком общаться, нравится там его внешний вид, как он говорит там, и всё. И на этом основании, на внешнем виде, на внешних проявлениях человека наш, так сказать, подопытный ставит себе величайший такой вывод, всё это единственный, неповторимый для меня созданный человек, и всё. И начинает на этом страстно, так сказать, услаждать самого себя. чем? Тем, что с этим человеком он ищет контактов, он ищет с ним общение, он к нему тянется, его вот, эта страсть внешнего, а он, человек даже не знает, а какой же внутренний человек скрывается под этим лицом, а какие привычки, а какие знания, а какие интересы у этого человека, ему это неинтересно, ему просто вот надо рядом с ним присутствовать, и всё, и вот этого достаточно. То есть внешне, ну, знаете, как вот игрушка, ребёнок, вот ему подарили новую игрушку, и он с ней спит, он с ней гуляет, он с ней там даже в школу ходит, то есть он от неё отделиться не хочет, потому что она ему очень нравится. Вот такая же игрушка становится люди, к сожалению. Человек растёт, и вместо игрушки плюшевого мишки там, или какой-то машинки, он убирает себе игрушку человека, и уже начинает играться с ним. Вот это очень грустно. Ну да, когда человек теряет одного другого, начинает, хотя миллионы, хотя миллионы людей живут без этого человека, а вот нам кажется, что мы никак вот без него не сможем. И это приводит, ну, в том числе к самоубийствам, понимаете, ладно, это было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Сколько людей ломает себе жизнь просто из-за такого пристрастия к другому человеку. И это, заметьте, не какие-то там дружеские отношения, не какая-то там вот такая привязанность духовная, да, как вот мы привязаны к Господу, там, или к Пресвятой Богородице. Нет, это просто внешне. Вот мне нравится этот человек, я хочу с ним быть. И это очень неправильное тоже состояние души. Пристрастие. Не только к человеку, к выпивке, к, не знаю, там, диванному просмотру телевизора. что нам обладает, да, оно нам вредит. Есть ли связь, вот, да, для того, чтобы нам от Господа посылать скорби? То есть мы в таких случаях, как вот, как они нас влияют? Ну, знаете, когда человек вот спит дольше, чем положено, его начинают будить. И будет его, ну, сначала там потихонечку как-то расталкивать, а потом, в том числе, водой могут полить и там по щекам похлопать, лишь бы он проснулся, потому что, ну, уже дальше некуда. Надо его срочно поднимать, ну, человек в каком-то неестественном сне находится. Вот Господь посылает нам скорби именно так. Он хлопает нас по щекам, чтобы мы проснулись от этих пристрастий, чтобы мы увидели себя со стороны, проснувшись, и исправлялись, и шли к Богу, чтобы мы все-таки вырвались из этого плена сна греховного. Поэтому в скорбях меньше мы грешим. В скорби они помогают нам быть ближе к Богу и удаляться от внешнего, потому что, ну, как правило, Господь наказывает те органы, которыми человек грешит, да, то есть, ну, гневлемо у него, значит, давление, голова болит, там, если там сильно любит покушать там или выпить, у него там от черевогодия нарушается пищеварение, начинаются эти проблемы, с какими-то там моментами обмена веществ, там, или пищеварение. Человек не хочет паститься, да, ему накладывать тоже узы. Да, да, то есть, и мы видим, что эти болезни, они Господом так вот равномерно распределяются между людьми, чтобы каждому дать задуматься, что ему исправить в себе через вот эту болезнь. То есть, болезнь нас, так как мы внутри же болеем, то есть, не внешне же что-то происходит вокруг нас, нет, скорби в основном внутренней, и эта внутренняя скорбь, она нас зовет как раз туда внутрь себя, чтобы мы увидели себя. Даже можно людям, наверное, попробовать проэкспериментировать, можно так сказать, сейчас Великий пост начнется, да, и те люди, кто болеют там, да, попробовать себя, попробовать поститься, и сколько таких случаев, когда человек начинает поститься, и от него как раз болезнь-то и уходит. Ну да, становится легче и проще, и находится какой-то выход из-за той или иной болезни, то есть, какие-то, Господь посылает лекарства действенные, или человек, который диагноз правильно ставит, ну то есть, мы видим, что в этом случае Господь начинает помогать человеку справиться с той или иной скорбью, потому что Господь говорит, кого я люблю, того я и наказываю, ну как любой родитель, любящий, он своего ребенка не оставит в каком-то разврате жить, он его накажет и старается из этого вытащить. И для всех нас это спасение души как раз. Да, то есть, Господь скорбями нас вытаскивает из тех пристрастий и тех неправильных устроений нашей жизни, привычек, которые нам вредят в смысле вечности, в смысле духовной жизни. И это надо принимать, ну, не с радостью, если, не знаю, получится у вас нет, но хотя бы с благодарностью к Богу, что, Господи, ты меня не забываешь, ты меня посещаешь в скорбях, чтобы меня исправить. Но это нужно настолько уже поскорбеть, то есть, чтобы человек до такой точки дошел, потому что, когда скорби появляются, это, наверное, только святые могут так поблагодарить, а нам достаточно очень-очень тяжело для того, чтобы мы дошли до дна и смирились. мы начинаем унывать, мы говорим, что, да, жизнь не удалась, да, что вот я такой самый несчастный, совсем не такой, да, как я вот себе планировал, да, я-то думал, там, буду вот принцем там на белом коне, а тут на тебе, вот, всего лишь, там, пешком хожу на работу каждый день, там, или еще что-то такое, или там, я думал, что я буду жить вечно, буду молодым, крепким и здоровым, оказывается, разваливаюсь от болезней, ну, то есть, мы сразу начинаем, во-первых, реалистично смотреть на мир от скорбей, то есть, мы из этих вот своих фантазий вываливаемся в этот мир и говорим, а, так все оказывается совсем не так, как я себе нафантазировал, то есть, мы пробуждаемся. Но это нужно время, чтобы прийти. Да, да, это надо убедиться. Сначала мы ропщим очень сильно. Ропщим, оныванием, пытаемся всех, так сказать, обвинить, в том числе и Бога, что это вот все вы виноваты в том, что мне так плохо. На самом деле, если плохо мне, то значит, только я в этом и виноват. Вини, прежде всего, себя, если с тобой что-то произошло неправильно и будешь прав. И только тогда мы обретем покой, когда мы себя обвинем. и это будет действенное успокоение. То есть, посмотрите, я возвращусь к фарисею и мытарю. То есть, фарисей хоть и помолился, как умел, конечно, но он облегчение своей души не получил. А вот мытарь помолился правильно и получил облегчение души, потому что, если Господь видит искренную молитву, он искренне ему отвечает, этому человеку. То же самое и здесь. Если какая-то скорбь есть, то надо искренне попросить помолиться, и вы обязательно получите облегчение. Может быть, не в том, что там болезнь снимется или ситуация как-то изменится, но то, что на душе станет легче, уныние уйдет и ропот не будет, который иногда хуже, чем болезнь, уныние, оно настолько внутренне изъедает человека изнутри, что оно хуже, чем болезнь. И это Господь может снять с души, намного легче все будет проходить. Поэтому, прежде всего, помните, что ничего в этом мире случайного не бывает, и волосы на голове вашей сочтены, и ни один из них не упадет без воли Божией. Поэтому любая скорбь – это попущение Божие для нашего разумления. Да, ну и скорбь, оно вызывает плач нашего сердца, да? То есть, когда мы плачем, тут у нас уже и молитва появляется, покаяние. Есть плач и уныние, конечно, когда саможелением занимается человек, там никакого покаяния, смирения и прочих добродетелей нет, там просто вот уныние и плачет, и плачет, и плачет, и человек таким образом в уныние только углубляется. Такой плач Богу не угоден. Богу нужно плачь с покаянием. Тогда на душе становится легко. А от такого саможелительного плача на душе только тяжелее станет. Поэтому обязательно плач нужен о грехах, но он должен быть пронизан надеждой и упованием на Бога. Тогда это правильный плач. Если плач с унынием, то это плач неправильный, его надо прекращать. А как вот отличить плач уныния от плача с покаянием? Если я сам себя жалею и унываю от того, что что-то мне не нравится, что мне... То есть я противлюсь воле Божией? Да, что мне не хочется, чтобы было так, и вот я от этого в уныние впадаю. Значит, это плач неправильный. Если я плачу о своих грехах и прошу прощения у Бога в этом плаче... То есть да, я достойная, по делам мои... Да, Господи, вот я все понял, да, вот это вот наказание мне по делам, и, собственно, ну, как говорят, так мне и надо, да. Но если есть на то твоя воля, умилосердись и смягчи, например. То есть надо проанализировать, да, что же я такого натворил, даже не обязательно... Ответ найти, да, на этот вопрос. Ради чего Господь дал мне то или иное тяготу? Ради какой цели? То есть Господь, Он же целеустремленный. Он все ведет каким-то своим целям в этом мире. И просто так ничего не происходит. Поэтому спросите, Господи, а что Ты хочешь от меня в той или иной ситуации? И ответ вам придет, и вы, увидев этот ответ, ну, старайтесь его не отбросить в сторону, а все-таки поверьте. Ах, так вот зачем. Все, Господи, я все понял, я буду исправляться. И с этого момента начнется исправление с помощью Божией, и намного легче будет жить. Да, у нас уже время заканчивается, да, сегодняшняя передача. Нам задание такое – думать о своих грехах, да, о борьбе с грехами. Если Бог даст, продолжил следующую передачу. Вам заключительное слово. Всем желаю, чтобы вот этот подготовительный этап о мытрии фарисеи, потом о блудном сыне, о страшном суде, он привнес в нашу душу правильные мысли, чувства и устроение правильное, духовное в нашей жизни. Помоги всем, Господи. Да, благодарю вас, Отец Минь, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok